Алексей Бардин Добрый вечер Просто концертные версии Спасибо, Лидия За теплые слова Что касается этой песни Я исполнилась в этом году 20 лет Она принадлежит, конечно, не моему перу А перу Владимира Маяковского Вот я только сочинял какие-то Мелодию какую-то сочинил Нет, ты сочинил там еще строчку Ну, да, я собрал Припев из нескольких О, заработал Спасибо На альбоме, который вы, конечно, приобретете и послушаете Эта песня звучит гораздо более интересно Стилизованно и красиво То, как я играю Это первое прочтение этой песни Пришла деловита За рыком, за ростом Взглянув, разглядела Просто мальчика Взяла, отобрала Сердце и просто Пошла играть Как девочка мячиком Мама Морщинами Вода Дуда Множится Кожица Воду Дуда Сегодня Рожа Пока А завтра Рожица Воду Дуда Вот так Любовь Подсветет Подсветет И ску Кожица Воду Дуда Люли Люли Любовь Подсветет И ску Ку И каждое чудо будто видится Где дама вкопалась, а где девица Такого любить, да, это киринец Должно украдительница, должно издвериться Мама, морщина, мива, да-ду-да Множится кожица, ма-ду-да-ду-да Сегодня рожа, пока А завтра рожа, ца, ма-ду-да-ду-да Вот так любовь подцветет Подцветет и скуко, жутца, ма-ду-да-ду-да О, люли-люли-люли, любовь Подцветет и скуко А я ликую, нет его ика От радости себя не помня Я скакал индейцем свадебным прыгал Так было весело, было легко Мне мама, морщина, мива, да-ду-да Множится кожица, ма-ду-да-ду-да Сегодня рожа, пока А завтра рожица, ма-ду-да-ду-да Вот так любовь подцветет Подцветет и скуко, жутца, ма-ду-да-ду-да О, люли-люли-люли, любовь Подцветет и скуко И еще одна песня Она, к сожалению, нет в альбоме Этой песни нет в альбоме Лиды Песня очень пафосная Романс я слышал, когда сегодня пела Подобные песни тоже Как положено романсу У нее пафосная тема Надрывные интонации И песня называется Просто так и называется «Романс» Словно ладонью Божьей рассыпаны Искорки звезд На муаре небес На рубеже Света и тени Караулят чистую душу Ангел и бес На рубеже Света и тени Караулят чистую душу Ангел и бес Ангелу скучно И бесу невесело Звеньем одной Неразрывной цепи Гложет тоска Пуще неволи По дому и воют Как вьюга В снежной степи Гложет тоска Пуще неволи По дому и вьюга По дому и вьюга По дому и воют В снежной степи В снежной степи Дышат наладом Духовною силою Глядя в реестр Глядя в реестр Незапятнанных душ Словно пожар Вечный слезами Погасили Бес обессилел Ангел Недюж Словно пожар Вечный слезами Погасили Бес обессилел Ангел Недюж Словно Ладонью Божьей Рассыпаны Искорки звезд По муару небес На рубеже Света и тени Кандалами тихо звенели Ангел И Бес На рубеже Света и тени Кандалами тихо звенели Ангел И Бес Аплодис Аплодис А сейчас Мы вам представим Творчество Еще одного автора Нашего любимого Который Песня Которого Вошла В наш альбом И тоже заняла Какое-то особенное место Хотим вам представить Творчество Юлия Черцановича Кинова И Мы Вспомним его киноработы Если Конечно Евгений Николаевич сможет настроить гитару Мы Вспомним Прежде всего Тоже Из Невошедшего Эта песня Из кинофильма Детско-юношеского кинофильма Творчество Точка-точка-запятая Которая Была написана С авторством С гениальным Геннадием Гладковым И Вы знаете, что тандемы Юликина и Геннадий Гладков Сделались только для нашего кинематографа Что В общем Трудно себе даже и представить Этот самый кинематограф Уже без этого тандема Точка-точка-запятая Точка-точка-запятая Мышь нагружится смешная Ручки, ножки, огуречек Появился человечек Что видят эти точки? Что построят эти ручки? Далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить? Осветим мы за это И в ответим мы Он рисовали только и всего Что вы, что вы, это важно Что бы вырос суд отважным Что бы мог найти дорогу И считать разбег Это трудно, это сложно Но иначе невозможно Только так из человечка Выйдет человек Впрочем, знаю даже дети Как прожить на белом свете И для этого вопроса Нету ничего Просто надо быть правдивым Благородным, справедливым Умным, честным, сильным, топным Только и всего Как все просто удается На словах и на бумаге Как легко на гладкой карте стрелку Учердить А потом Идти придется Через горы и обраги Так что прежде, человечек Выучись ходить Как чудесно, что однажды Получается То, что раньше не умею Но тот час Жив-далеке обозначается Недостигнутый предел И опять идешь Пока не одолеешь Идаться на пути Не видно, но зато Будет час, настанет время И однажды ты сумеешь То, что не умел еще никто Точка, точка, запятая Два кружочка вместо глаз Точка, точка, запятая Это кто-нибудь из вас В добрый путь дорога Требует отваги И мечтам зовет Искать и находить Ты поднимешься на горы И пройдешь через овраги Только прежде выучись ходить Точка, точка, запятая Точка, точка, запятая Аплодисменты И еще одно произведение Еще одна киноработа Юлия Черсаныча Кима Я не помню Я не помню, как называется этот фильм Я забыла Юлия Черсаныча Как называется фильм? Какой? Раз-два горе не беда Раз-два горе не беда Прекрасный фильм В котором песни В котором песни сочинили Юлия Ким И удивительный, фантастический Необыкновенный композитор Рамуэль Гринблат Который умер довольно молодым И не успел много всего сделать А мог бы сделать много всего Например, у Юлия Черсаныча С Рамуэль Гринблатом Есть замечательная опера Тиль И это произведение Никогда не было поставлено Потому что я слышала его И я как продюсер могу сказать Что не существует средств художественной выразительности В современном театре Которые могли бы позволить Состояться этому произведению Вот сейчас Но вот Финал нашего диска Это песня Юлия Кима И Рамуэль Гринблат Из кинофильма Раз-два горе не беда И мы исполним Эту русскую народную как бы Весню При помощи гавайского инструмента Гу-лили И тайландской лягушки Из мангового дерева Из мангового дерева А мой конь Белый конь Едет, едет, едет Шаг над рекой Ветер сыщет для забавы Коршун Коршун Рыщет ради славы А мой конь Белый конь Едет, едет шагом Едет шагом над рекой Ветер 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 Слиснет Задохнется Коршун Коршун Рыснет Навернется Самый конь Белый конь Белый конь Он все едет Он все едет Он все едет Он все едет Он такой Ах, над реком и над синей речкой, Белый ком не звенит уздечкой. Что нам слава, что забава, Нам бы поле, нам бы поле перейти, Нам бы поле перейти, Друга верного найти. Кому влево, кому вправо, Кому с нами по пути? Кому влево, кому вправо, Кому с нами по пути? Кому влево, кому вправо, Кому с нами по пути? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я присоединяюсь к общим поздравлениям от всей души. Поздравление касающимся выхода в свет этого диска. Должен отметить, что сегодняшний концерт, как и диск, очень ярко представляет нам замечательную актрису. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это явление особенного, уникального жанра. По-моему, в этом жанре у нас выступает только Лена Камброва, певица одновременно театра. Это такой огромный актерский диапазон, как вы заметили. Исполнительский, и образный, и интенсионный, и так далее. Это такие разные совершенно поэты прозвучали. И Алконосты, и Сухарев, и Барди. То есть Барди, правда, звучал как Маяковский. Но, тем не менее, в огромный диапазон не хватает только еще одной краски, которую я сейчас представлю. Я вам спою сейчас две небольших песенки, из которых одна никогда не войдет в диск Лидии Чебоксаровой, а другая шансы имеет. Вот я начну с нее. Эта песенка театральная. Я попытался создать образ старой театралки. Поэтому, наверное, еще рано. Да, я забыл сказать еще очень важный комментарий. Дело в том, что рок-опера Тиль Улиншпикель, которую мы сочинили когда-то с Армуальдом Грюмутом, все-таки она игралась. Она игралась коллективом «Боющий гитар», питерский такой коллектив. По-моему, сейчас не знаю, есть ли он или нет, но тогда он был, и он известен тем, что представил миру первую русскую рок-оперу, которая называлась «Орфей и Эвредика», автор Дмитриев и Журбин. И следующая рок-опера была наша. Но если «Орфей и Эвредика» игрался до нас, и наряду с нашей оперой, и затем долго после, а, по-моему, сейчас ее исполняют время от времени, то наша опера Тиль Улиншпикель продержалась в их репертуаре всего полтора сезона, а потом бесславно закончила свое существование сценическое. Мы это объясняли только тем, как здесь уже было сказано, что мы в своем произведении намного опередили свое время. И теперь ждем, и дождем, и теперь я жду, и дождусь, когда все-таки время совпадет с нашим гениальным произведением. Пока еще не совпало. Ждем своего часа. Это вот комментарий. Что касается старой театралки, то вот эта песня, которая, может быть, когда-нибудь прозвучит в диске Лиды Чебоксаровой. Если Казанцева Лена сочнила мантра о любви, то это, стало быть, будет мантра о театре. И в детстве своем невозвратном, и в улочи взрослые уже, живу я одним лишь театром, когда я не в нем пола в душе. Подруги считают, что, дескать, у жизни моей слишком бедный сюжет. Ну что ж, вы же знаете, страсть — это деспот, а деспоты требуют жертв. Звонки отзвучали, буфет вымирает, смеркается в зале. На сцене цветает божественный геоте, бессмертный Шекспир. Мне кажется, в этом вся жизнь и весь мир. И в детстве, и позже, подросткам, как буря рвалась я в театр, Сыграть на священных подмостках хотя бы Марию Сюарт. Ах, наши надежды на счастье, про это вы знаете. Дети лучше меня в мечты исполняются, но лишь отчасти, отчасти сбылась и моя. И вот я иду каждый вечер, в костюме мой выход вот-вот. Я первое зрителя встречу, такой мне оказан почет. Еще до вступления оркестра, еще до звонков перед вами стою. Пальто принимаю и царственным жестом в ответ номерки выдаю. Да-да, принимаю и царственным жестом в ответ. Да-да, номерки выдаю, номерки выдаю, номерки выдаю. Звонки отзвенели, вот кто-то вбегает, и он еле-еле убежать успевает. А там и Островский, а там и Толстой, меня с Махтуновской подвозит домой. Или Миша Булья, или Толе Папанов, однажды Миронов, ах нет, Лановой. Еще одна встреча, романс, который я сочинил от себя лично, когда прошлым летом в августе проводил счастливое время в кругу своих внуков. Время проводил счастливо, но романс получился слезливый. Я старый дедушка, со мной скучают внуки. Я не могу играть ни в штандар, ни в лапту, пока я мяч беру в трясущиеся руки, как от меня уже все внуки заверсту. Я старый дедушка, я рос при патефоне, я знал, где латинского, любил у них бывать. Ни на айпаде, и ни на айфоне, я не убею монстров убивать. Я старый дедушка, живу в полубреду я, глотая корки, пилюли и дрожжи. Я старый дедушка, я не смеюсь, я счетусь, и десен розовых при этом не даю. Но, ставив в празднику свою стальную челюсть, в любое зеркало бестрепетно смотрю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, а вот вы на концерт это не ходите, вас же калачом не заманишь. А, между прочим, вот неделю назад у Юлии Черсаныча был блестящий совершенно концерт в Республике Песни на ВДНХ. И вот то уж он там. Завтра в клубе Альма-Матер у Юлии Черсаныча концерт. Вот. Имейте ввиду. Классический. Вы, наверное, обратили внимание на прекрасную мизанцену, которую мы с Сергеем Николаевичем изображаем. И вы, наверное, если у кого-то в руках уже диск был наш, вы обратили внимание, что у нас все как на диске. Вот мы так сидим и как-то так друг на друга красиво смотрим. А, между прочим, эту мизанцену и вообще вот эту фотосъемку, оформление этого диска, мы благодарны нашему другу Виталию Степанову, фотографу, который присутствует в зале. Давайте его поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Да? Там записка вот лежит, как говорится. Не очень важно, но давай я потом на нее доберусь. А сейчас мы хотим вспомнить нашего большого друга, Дику Дихтера. Это блестящий исполнитель был. Он, к сожалению, ушел от нас. И он основатель целой исполнительской школы. Не просто школы, как учебное заведение, хотя и это тоже, но как школы, как философию. И я считаю себя его ученицей, хотя он, конечно, не считал меня своей ученицей. Наоборот, он считал, что я абсолютный бестолочь, которому он что-то вещает, а я с этим категорически не соглашаюсь. Вот и все обучение. И в наш диск вошла единственная композиторская работа Дима Дихтера, песенка на стихи Александра Кушнера. Дима Дихтера, песенка на стихи Александра Кушнера. У кораблика речного нет названия, Только номер и почти не видно дыма. Он похожий на последнее желание А осужденного нашли, крадется мимо. Кто плывет на нем, отстать царю Улису, Повидавшему Аид и Стикс и Лету. Этот город с дном двойны и виден снизу По-другому, чем прижавшись к лорапету. Как черно-мостов, чугунная незнамка, Словно вдруг цветной ковер перевернули. Разговор под ним звучит, как пельбранка, Как ночная перекличка в карауле Слипы и жалобы, полуподвальный холод, Ветерок потусторонний гладит тель. Все казалось навсегда, Этот город дан в подарок. Оказалось, что на время Сейчас я хочу представить вам человека, Который мне бесконечно дорог, Который многое для меня сделал, Который в моей биографии сыграл роль И, с одной стороны, и роковую, С другой стороны, и вообще определил мою судьбу во многом, Когда пригласил меня участвовать в мюзикле «Норд-Ост». Вот, Алексей Ивашенко, встречайте! Здравствуйте! Во-первых, Лида, Женя, Мы вас поздравляем! Мы — это все прогрессивное человечество, Разумеется! Я представляю себе, что такое выход новых дисков, Это такой праздник какой-то такой особенный, Это все так трепетно, Все уже позади, Все уже позади, да. Несколько слов по поводу «Норд-Ост». Да. Дело в том, что Лида не только в нем принимала участие, Она, я бы сказал, вошла в его историю, И я целиком полностью присоединяюсь к словам Юльча Ирсаныча, Сказанным о ее уявительном, особенном, штучном актерском таланте. Дело в том, что мы не просто с Георгием пригласили ее работать в мюзикл «Норд-Ост», Она была не просто участницей первой труппы, Вот самой золотой, самой любимой мною труппы «Норд-Оста». Ее голосом была записана самая первая демонстрационная версия. Мы с Георгием Арчем пели все мужские партии, А Лида пела все женские и детские. Эта демонстрационная версия где-то еще... Она есть. Она где-то еще хранится, мы ее, говорит, достанем и издадим. Так вот, а потом произошла такая интересная история. Мы пригласили режиссера для того, чтобы он наше детище ставил. Мы работали месяца полтора с ним, мы делали какие-то, как это называется, Вокшопс, были мастерские, какие-то наброски, он ставил какие-то пробные сцены, А потом начался кастинг. Мы просмотрели около полутора тысяч человек, представляете себе? И потом мы стали раскладывать, кто кого будет играть. И вот мы сидели вечером, разговаривали, и режиссер говорит, Ну, хороший, хороший человек, и хорошая актриса, и певица Лидия Чебоксарова. Но так получается, ну вот нет ей, нет ей места-то в спектакле. Георгий Леонардович вдохнул тяжело так, на следующий день с режиссером расстались. И так будет с каждым. Да вот и с чем. Чуть-чуть не так. Можно, по-моему, сюда? Спасибо. Ой, нежный друг, поскорее убери Беспепельниц сугробы И зажигалкой не режь ночную тьму На мелкие куски На всей земле нет почти что ничего такого, что могло бы Быть адекватной причиной твоей печали и тоски Пускай порой улыбается судьба улыбкой паракуды И достается твой праздничный пирог презренному врагу Доверь, мой друг, на земле нет ничего фатального, покуда Есть у тебя самый лучший в мире я, который все могу Когда беда словно темная вода Огромною волною На горизонте появится шипя, как злобная змея Ты можешь твердо рассчитывать на то, что спиною, как стеною Тебя укроет от яростных штормов Твой лучший в мире я Ведь я умею бороться и искать ноги и не сдаваться Я смел, как левый, пускай все силы зла зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю волноваться Ведь если что, я из воздуха заткнусь И я тебя спасу А если вдруг мы расстанемся с тобой На веки, веки, веки Не прекратится безумный этот сон, что снится нам двоим Не грянет кровь, не развернется земля Не пересохнут реки А просто я не сумею больше быть волшебником твоим Не потому что гордыни яму я Боец казаться жалкий Не захочу арсенал своих чудес растрачивать вообще А потому что я просто вечный раб волшебной зажигалки И на большом расстоянии от нее без помощи вообще Вот почему мне не быть твоим огнем Когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет дивный дар Которым я владел Я не сумею, не будучи твоим Без воздуха заткаться Ты, извини, у любых волшебных сил имеется предел И в час, когда с четырех сторон беда нахлынет водопадом И заблудившись, утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг, что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Ты знай, мой друг, что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Мерседе Киспасс Просыпайся, душа, поднимайся Хватит спать, словно сыщь на столбе Поднимайся, душа, принимайся На кларнете играть и трубе Не в кучи, ведь не страшно кидаться И ля фан, как и прежде, шерше Ведь приходит пора пробуждаться Даже очень уснувши душе Потому что она, потому что она Обормоту тебе не случайно дана Ведь когда в небесах делать начали нас Для тебя кто-то именно этот припас И назад ее примут едва ли До того, как наступит пора А попытки ее потихоньку продать Не доводят, увы, до добра Нас порою волною смывает И швыряет туда и сюда И она не на месте бывает Даже в пятках дрожа иногда Но потом прибегает обратно Не давая тебе отступать Ты лишь вовремя и аккуратно Поддавай ей команду Не спать! Потому что она, потому что она У тебя обормота всего лишь одна Это орган непарный и как ни крути А адекватной замены ему не найти То не ветер бушует над мором То не скоро пробежали ручьи Это снова и снова Как варнет и труба Подают позывные свои Подают позывные свои Адекватной замены ему не найти Адекватной замены Алексей, скажите, пригласите, пожалуйста, зрителей на вашу презентацию Я поставила Да, вы Спасибо большое Дело в том, что у меня тоже диск выходит Вот он выйдет во вторник Он называет Привезут меня во вторник Он называет Самый лучший в мире я В следующую субботу Я его тоже презентую В театре эстрады И у меня там замечательные гости будут Помимо меня Еще тоже мои старые друзья будут И новые неожиданные друзья Будет Ира Погушевская выступать Леша Кортнев будет Сергей Жилин придет сам поиграть на пианино Без оркестра Без ансамбля Вот И Совершенно не С интересным человеком я познакомился Тут Французский гитарист Фредерик Белинский Правнук Да-да, того самого Представляете Тоже собирается поиграть И Вот все Собственно Спасибо Это было на начало Сказать, я просто забыл Алексей Ивашенко Еще раз поздравляю С большим событием Потому что Это очень полный Алексей Игоревич Ивашенко Мой друг Дорогие друзья Мы уже выходим на финишную прямую Вы заметили Что наш концерт Как одно мгновение Пролетел Без антракта И Сейчас я хочу Обязательно Сказать Теплые слова Благодарности Людям Чьими Молитвами Стараниями Помощью Этот проект И многие другие проекты В авторской песне Состоялись Я хочу поблагодарить Холдинг МИЭЛЬ Вы их логотип Увидите на каждом диске Почти на каждом диске Который Выходит В нашем жанре Это наши меценаты Наши большие друзья Спасибо большое Лично Григорию Куликову Гришу привет И Юрий Карамальев И Ксении привет Ай, привет вам всем Очень рада вас видеть Спасибо огромное И Я хочу Пригласить на сцену Дмитрия Земского На сцене Трио Брю Полным составом Что произошло? Лидия, имейте совесть Спойте улиток Улитки Владимира Васильева Это еще одна его песня Которая вошла в наш новый альбом Слушать их нужно обязательно Именно на альбоме Как хотите Но Аранжировка, которую сделал Евгений Николаевич Она запредельно космическая И Воспроизвести И я не смогу Нет У меня не повернется язык Но собственно Вы знаете На этом альбоме довольно много песен Которые никогда Не будут Исполнены мной В концертном варианте Это Это правда Да Войдут тебя лавины И до звука твоего звонка Вы знаете Очень приятно Такие пожелания слышать Но я думаю Что эти песни Мы всегда поем На наших сольных концертах Приходите на любой из них У нас их довольно много Теперь уже в Москве бывает Следите за рекламой И на сайте Чебоксарова.ру И в моем блоге В живом журнале И приходите на YouTube И вообще Меня очень легко найти в интернете Звоните Пишите Пишите На альбом Театр Смерть чиновника Во всем виновный Дрожа как лист Живет чиновник Растущий вниз В движениях мелок Бестыдно лыз Приятел белок В домах крыс Не врач Не путаник Не альбинист Штабной работник Бумажный клист Живет вон Как не жует Худые ноги Большой жует Летят недели Года бегут Но в этом теле Точни в мозгу Как заключенный Прикол от всех Живет ученый Растущий вверх Живет прозаик Растущий внутрь Никто не знает Его минут И в той же коже Свидетель его Живет художник Растущий вверх На всякой драме Есть свой статист Ах, мама, мама Ну, улыбнись Пускай без денег Пускай роганов Но не без денег Не ругай Не ругай Тебе признаюсь На чистоту Я сам не знаю Куда растут Я твой шковник Твой кипариз Шептал чиновник Растущий вниз Мне скажут Здрасте Ну, налеви Такие страсти Что твой Шекспир Он вам не ровня Шекспир не врет Умрет Чиновник И мир Умрет Шептал чиновник Витерин Гурмурский На стихии Умрет Памятник Франсуа Раблен Чудесно рухнуть На опушку Спиной в тюфяк Щекой в подушку И нежной ленью Обладеть Не по верхам А в совершенстве Чтобы в простительном блаженстве Как жмель Над клевером Гудеть Храни держит И змаями Он для купаний Для валянь И для других Счастливых дет И неповальные Жиманства Островы дух раплезианства Там населеньем овладел. На лучший мир не уповая Цветет культура смеховая, Кавидианство, а не гнот. Мир рода сует в полагане, А там барабане гол, как в бане, И развлекает свой народ. Благословенная передышка, Когда хорохочешь, как мартышка, Над другом смертью и судьбой, Над женщиной, над мужчиной, Проверка вольностью бесчинной Осталась ли душа с тобой? Когда смешно их лещет в уши, Само бессмертие лещет в души, Как виноградное вино, И в передышке все забыто, Канутки веку, грюмство выда, И все трагичное смешно. Легко вернешься в пудрине, Согрешно плетя кофейник, На ушках зелень пожуешь, Равно простишь им приматом, Ты насладишься ароматом, Того, как длишься и живешь. Благословенная передышка, Когда хорохочешь, как мартышка, Когда хорохочешь, как мартышка, Над другом смертью и судьбой, Над женщиной, над мужчиной, Проверка вольностью бесчинной, Осталась ли душа с тобой? Александр Иванов Аплодисменты Летает стрелой Ищет след его палеонтолог На разломах реликтовых плит А он крылья спустит, как полок И один против солнца боит По ночам, уснижаясь, вдыхает Аромат земличных полян Тем живет и черта неплакая Не кусает за шеей земля И когтей у него не найдете Воплощенная предков мечта Без ноги родился в полете Обречен бесконечно летать Аплодисменты Аплодисменты Даже с камнем в желудке Я, дружище, летаю во сне А проснусь и ползу по старинке Я такой же, как ты, крокодил Но порою так чешется спинка Ох, может это предчувствие к мир Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, на этом наш вечер не кончается. Сейчас мы поем бисовую песню, а потом Евгений Николаевич будет давать автографы вот там, где продаются диски. Один мой знакомый администратор говорил так обычно в конце концерта. Если вы хотите внести частичку тепла сегодняшнего концерта, то диски продаются сразу возле выхода. Когда мы выступаем в «Трем-брюд», мы всегда заканчиваем наше выступление одной и той же песней. И сегодня мы без нее тоже не уйдем. Александр Медведенко В прокуренном театре, без рампы и кулис, Где вовсе непонятно, кто зритель, кто артист. В бездарной пандемии коротких южных зим Неслышно и незримо по времени скользит. Как странно, без участия, без слов и без ряды На собственные страсти смотреть со стороны Как роль обыкновенно разучивать печаль Прощай, мой друг бесценный, единственный прощай Прощай, мой друг бесценный, единственный прощай Безмолвно, словно тело, мы тычемся в углы И души, как растеряем, но и денег тяжелый Теперь все начинается, зима поставит греть На том, что не менялся перемены без Как странно, дни и ночи, без слез и суеты Отыскивать средь прочих знакомые черты И вновь все ту же сцену молчать Им очищать Прощай, мой друг бесценный, единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный, как странно, перед веком Распоять с пальто И снова беззаветно По-детски верить в то Что новогодней хвои Средь всякой кутерьмы Окупится с рехвою Безмолвие зимы В прекрасном белом вальсе Описывать свой круг И искоркой бенгальской Взлетать из чьих-то рук Что под цветы на стену Ложились трепеща Прощай, мой друг бесценный Единственный, прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Подушку меня в жизни вновь уладеть.